У нас здесь все усыпано неразорвавшимися боеприпасами из этих вот кассетников. Здесь такие минные поля, постоянно кто-то на чем-то подрывается. И будет только еще хуже. Могло быть случайно, могло быть не случайно. Потому что я знаю, что таких атак было невероятное количество. Но вот так совпало, и им повезло, что очередной раз разнесли мост именно в этот день. Кто-то до сих пор в России верит в договороспособность Запада. Для нас это просто безумие. Это все равно, что договориться с нивским крокодилом или с акулой. Но не хотят люди понимать, что это невозможно. Я не знаю, что еще должны вытворить коллективно-западные партнеры, чтобы у российских элит наконец-то сложилось в голове, что они не договороспособны. С Западом говорить не о чем. Татьяна Николаевна, рад приветствовать вас. Взаимно. Живой и здоровый. Самое главное, знаю, что вы находитесь в Донецке. Вот этот удар по мосту, не первый. Как думаете, последний? Вообще для чего он был нужен? Конечно, не последний. Будут стараться. Пастся ли это уже как повезет? Может, наконец-то поставят заградительные обоны? Как по мне, это гораздо дешевле, чтобы дежурили и размыкали обоны, когда надо пропустить какой-то там транспорт, какой-нибудь корабль, судно, чем потом ремонтировать бесконечно мост. Заградительные обоны вполне эффективны. Я не знаю, почему их не выспользовали и вместо этого зачем-то кошмарили несчастных туристов, там осматривая у них багажники и бардачки. Те люди, которые погибли, у них наверняка вот осмотрели бардачок, багажник, личные вещи и все такое. А вот ракета британская, которая и подорвала мост, у нее не было ни бардачка, ни багажника, ни личных вещей. Вот так. Поэтому почему не боны, почему кошмарить туристов, непонятно. А что касается Соларейка, то это у них просто, можно сказать, геополитическая, национальная идея подорвать мост. Они же сами сказали, что это то, чего там стоять не должно. Поэтому странно вообще было бы, зная, что у соседнего государства нацистского есть такая идея фикс подорвать мост, не поставить боновое заграждение. Для меня это более чем непонятно, честно говоря. Думаю, будут разбираться и военные в том числе о том, как обезопасить все-таки это сооружение. Грандиозное сооружение, надо признать. На ваш взгляд, вот случайно ли дата атаки на мост, случайно ли это совпало с датой окончания, ну, как мы уже знаем, окончания все-таки действия зерновой сделки? Могло быть случайно, могло быть не случайно. Потому что я знаю, что таких атак было невероятное количество. Но вот так совпало, им повезло, что очередной раз разнесли мост именно в этот день. Это ж не все просто так. Это попробую еще наведить, это все дорогостоящие мероприятия, все такое. Риппер летал опять-таки именно в этот день. Ну, наверное, вы хотели в этот день, и у них получилось, они счастливы. Не знаю, правда, счастливы ли они сейчас, после атак возмездия на Николаеву и Одесску. Ну, им, в принципе, плевать на все, кроме вот таких вот пиар-шагов. О зерновой сделке, вот она уже, ну, как многие там очень так эпично выражаются, ушла в историю. Вот уже по итогу. Для чего она все-таки была нужна? Как вы думаете? В надежде, что россияне надеялись на метапровод, продавать удобрения, свое зерно продавать. Они до сих пор почему-то надеются на договороспособность коллективного запада. Вот для нас, которые в этом процессе с 13-го года, это просто шокирующе, что кто-то до сих пор в России верит в договороспособность запада. Для нас это просто безумие. Это все равно, что договориться с нильским крокодилом или с акулой. Вот, ну, не хотят люди понимать, что это невозможно. Я не знаю, что еще должны вытворить коллективно-западные партнеры, чтобы у российских элит наконец-то сложилось в голове, что они не договороспособны с западом говорить не о чем. Как можно говорить с кем-то, кто хочет тебя уничтожить? Ну, вот до последнего же верят. Я не знаю, что еще должно случиться. Ну, верят. Даже вот по зерновой сделке сказали, что вот мы приостанавливаем, и вот если там свифт подключат к какому-то банку, запустят на меня топровод и еще там чего-то, то тогда мы типа вернемся. Ну, просто нет слов. Ну, мы в шоке здесь просто вот с этого вот. Мы не знаем, что еще должен сделать Запад, чтобы российские элиты наконец-то прозрели. И поняли, что у них одна судьба в глазах Запада – быть кормом. Они идут на уничтожение, на удобрение. Нет, они пытаются договариваться с Западом. Ну, просто абсурд. Ну, рано или поздно договариваться все равно придется. Тут дело такое. Сейчас, наверное, в действительном моменте это очень сложно. Вот как раз давно не вспоминали о господине Трампе. И тут он напомнил о себе. Помните, как-то давненько уже он заявлял, что если он станет президентом, то в течение суток конфликт закончится на Украине. Ну, и как-то и замолчал. Сейчас опять напомнил тем же, но уже. Но уже риторика поменялась. То есть не просто каким-то образом в течение суток он как-то всех помирит, а уже с угрозой в сторону России, что если в течение суток никто не успокоится, мол, мы дадим столько оружия украинской стране, сколько никогда не давали. То есть прямая угроза. Вот эта вот смена риторики, она чем вызвана, на ваш взгляд? Это их внутренние, опять же, такие разборки, игра на внутреннюю публику. Вот он такой, мол, крутой дядька. Либо что-то другое. Не, ну он так это видит. Он считает Россию достаточно слабой для того, чтобы повестись на такие угрозы. Тем более, что российские элиты дали, согласитесь, все основания Трампу так о себе думать. Воевать не хотят, мобилизацию проводить не хотят, страну на военные рельсы проводить не хотят. Везде бульки, пьянки, и только вот Донбасс и вся линия фронта умываются кровью. А так у российских элит все прекрасно, они же не хотят воевать. И поэтому Трамп на это смотрит и примерно такого вот мнения, что такие угрозы могут сработать. Зелегонусу тоже же он угрожает, что вот не пойдешь на соглашение, не пойдешь на переговоры, значит перестанем тебе давать денег и загнешься в первые же там пару недель. Вот и все. Трамп действительно так мыслит. И он так мыслит, исходя из своего понимания этого конфликта. Он же прекрасно знает, за счет чего Саварей и Далибокус до сих пор держатся на плаву. Он прекрасно знает, кто дает деньги на эту войну. И со своей логики он примерно так и исходит. До того, как Трамп придет к власти, собственно говоря, то есть до января 25-го года может поменяться все, что угодно. Но исходя из того, как он себе это видит здесь и сейчас, он примерно так и говорит. И он абсолютно искренний и честный. И он считает, что никто ему ничего не возразит, потому что, собственно говоря, крыть-то нечем. А чем крыть? Зелегонусу? Все знают, за счет чего существует Саварей. И откуда ворует Зелегонус? Россия. Так Россия показала своими отступлениями, бесконечными договорняками и так далее, что воевать не хочет, и элиты не собираются, и прямо об этом говорят. Ну вот, а что там изменится, и может ли измениться, и в какую сторону? Ну вот, когда Трамп придет к власти, если придет, опять-таки, вот тогда на тот момент и посмотрим, как он будет к Лумии идти. А пока рано о чем-то говорить. До января 25-го года еще очень много времени. Ну это да. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами и зарубежными, в том числе, не так давно, в общем-то, высказал предположение, что к осени на Украине ситуация должна измениться. И мы начнем, цитирую, говорить за столом переговоров. Возможно. Возможно. С оговоркой возможно. Ну потому как все очень быстро меняется. И то, что действительно сегодня, на что ссылается Александр Георгиевич, что европейцы терпят. Но если вот брать все остальные страны, то выгода приобретателей пока только один – Соединенные Штаты. А Европа, она где-то там далеко. Насчет выгодоприобретателей. В Штатах тоже далеко не все выгодоприобретатели, а только военно-промышленный комплекс. И в Европе не все теряют. Есть куча негодяев, которые тоже вот из военно-промышленного комплекса, и которые готовы пустить в расход свои народы, пожертвовать всем, лишь бы набить свою собственную машину. Выигрывают сейчас от войны только те, кто связан с вооружением, с поставками все большего и большего количества этих вооружений, которые готовы воевать до последнего украинца, до последнего русского. Ну и, собственно говоря, уморить голодом свои собственные народы и пустить Европу в расход. Потому что, глядя на все это, действительно, многие производства перемещаются в Штаты, там, в другие места. Это и так понятно. Но и в Штаты тоже, как видите, далеко не все с этим согласны. Посмотрите, какая оппозиция. Собственно, не оконам, байденятам и так далее. Что будет на поле боя осенью, тоже непонятно. Потому что видно уже, что с контрнаступлением некоторые, скажем так, мягко говоря, проблемы. Вот, это признают уже все. И даже те, кто хотел бы, собственно, говорить, что какие-то успехи, что еще что-то будет. Ну, простите, лето перевалило на вторую половину. Осталось буквально два с половиной, максимум три месяца, если будет сухая теплая осень. И опять будет осенняя распутиться, и воевать станет, если не технически невозможно, то крайне-крайне затруднительно. По крайней мере, в полях. В городах-то можно воевать когда угодно. Как говорится, нет ума, штурмой дома. Вот, поэтому, что случится за это время, просто пасется такое стадо черных ребятей, причем во всех странах, что в любой момент может случиться все, что угодно. Например, склеит власты Байден. Споткнется на трапе, свернет шею. Ну, не может же такое быть. Да запросто, в его года почему бы и нет. Вот, или он станет совсем уже полным, неадекватом, и не смогут врачи справляться с его Альцгеймером, и не смогут гонгализированного деда хоть как-то держать хоть в каком-то тонусе. Кто такая Камала Харрис, все знают, как говорится, никто ее не любит. То есть в любой момент может случиться все, что угодно. Могут что-то удачно подорвать. Вот мост подорвали, можно сказать, не особо удачно, потому что уже даже реверс запустили автомобильный. Вот, может куда-то что-то серьезно прилететь. Может кто-то физически исчезнуть по разным причинам. Мало ли где будут какие прилеты. Поэтому так далеко загадывать аж за осень. Ну, посмотрим. Ну, пока что уже понятно. Все с контрнаступлением более-менее примерно. Вот, примерно понятно, какие у нас настроения у кого из ключевых игроков. Ну, и вот ждем. Ждем, наблюдаем. И опять-таки, повторюсь, осенью может что-то случиться, а может и не случиться. Непонятно, до каких высот готовы загирать ставки, стороны. Никто же особо не верил, что Россия выйдет из зерновой сделки. И до сих пор многие говорят, что вот там вышло, может на некоторое время, может опять вернется, а может не вернется. Непонятно, что там разнесли еще сегодня. В Одессе, в Николаеве точных подтверждений еще не было. Непонятно, будут ли новые атаки на мост. Просто такая неопределенность жестокая, что что-то загадывать. Ну, это надо быть очень отважным человеком, чтобы говорить не вероятностно, а категорически. Ну, вот господин Лукашенко категорично ничего и не утверждал. Как говорится, можно ли встретить динозавра на Дерибасовской. 50 на 50 можно встретить, а можно и не встретить. Да, но видите, особенно после последних событий в России, мне кажется, Лукашенко, скажем так, в лице всех сторон набрал баллов амплуа миротворца, если хотите. Ну, он получил вагнеров, которые, как минимум, согласны, насколько я слышала и видела уже видео, учить белорусских военных. А им есть чему их научить. Мы все наблюдаем, как Запад смотрит, показывает высоты, там, лагеря, какая там техника прибывает в лагеря вагнеров, всякая конспирология, зачем они туда прибыли, что они там будут делать, там. Я слышала все, что угодно. Хоть до того, что собирается пробить Суваловский коридор в Калининградскую область. То есть каких только баек не рассказывают. Что оно будет на самом деле, разумеется, никто не знает. О чем договорились, как оно будет. Ну, как говорится, это хорошо, пусть запах нервничает. Должна же и у них быть какая-то жесточайшая неопределенность, внезапно случившаяся. Вот пусть сидят и дергаются, и думают, а что будет дальше. А Лукашенко, конечно, потирает руки. Вот как все получилось. Посмотрим, что будет дальше. Нервничайте, дорогие товарищи. Теперь вы понервничаете, как говорится. Из того, что точно происходит, и что точно известно, это сотни детей, в том числе из Донбасса, но в основном из Донбасса, проходят оздоровление в белорусских пионерских лагерях, в санаториях. Уже вот этим летом и снова этот процесс налажен, в общем-то идет. И вместе с тем, Беларусь обвиняет чуть ли не в уродстве детей. Я не знаю, как это вообще нам оценивать. Ну, тот, кто это делает, они свое дело знают. Этим детям реально нужна помощь. Ну, если хоть хотя бы на несколько недель, на месяц вывести их из зоны, где постоянно, каждый день от тебя может прилететь что-то. Ну, в общем, есть опасность, это уже большое дело. Плюс они действительно получают и обследование медицинское, если нужно, и питание хорошее. Да и полноценный нормальный детский отдых. Чего об этом говорить. Особенно на фоне того, как где-то тут недавно мне попалось в новостях какого-то товарища выпустили под залог, который занимался торговлей детьми, и формулировка суда, что ну, хобби у него такое, подумаешь. И вот эти вот вещи у меня в голове не складываются. Что вы подумаете по этому поводу? Ну, насчет товарища, которого сходу журналиста обвинили, что он продает детей на органы, но вот с учетом того, что его выпустили всего за миллион под залог, ну, я не знаю, то ли доказательств нет. Так что там сложно что-то сказать, материалов дела никто не видел. Но опять-таки сперва распиарить, что это торговец детей на органы, а потом выпустить его под залог всего миллион, ну, это, честно говоря, вот как-то даже не знаю, что думать о тех, кто распространял эту информацию, или о суде. А что касается детей, которых кто угодно вывозит куда угодно на отдых, то огромное спасибо всем этим людям. Мы с Андреем Высенко тоже занимаемся вывозом детей. Вот у нас уехала уже шестая группа, на две недели мы вывозим в Геленджик за счет людей, которые донатят на эти цели. В том числе и белорусы. Я когда у вас была, я открыла карточку, и на нее белорусы донатят деньги именно на целевой вывоз детей с линии фронта. Вот мы их вывозим. Огромное спасибо всем, кто это делает. Особенно белорусам, которым, ну, в принципе, вот другая страна, что там им Донбасс. Тем не менее, люди донатят. Белоруссия помогает этим детям. Их настолько много, что даже если мы все возьмемся за их вывоз, все равно мы всех вывезти не сможем. Но хотя бы кого-то. Это очень, очень, очень важно для этих детей, которые и мира-то никогда не видели. А пропагандисты, которые из этого делают сайт и рассказывают, что кто-то там ворует детей, ну, это просто позорище. Это такой цинизм, это такое лицемерие. Особенно из уст тех, кто и, собственно говоря, бомбит этих детей. Чьими снарядами этих детей бомбят. Но мы все знаем, кто такой коллективный Запад. О чем тут, собственно говоря, говорит? Я надеюсь, что им воздастся. Причем очень хочется, чтобы воздалось именно тем, кто непосредственно в этом заинтересован, а вовсе не простым людям, которые, собственно говоря, могут ничего об этом особо и не знать. Потому что у них жестокая пропаганда, которая не дремлет. Или вообще быть с этим не согласны. Очень не хочется, чтобы прилетало безневинным простым людям. И чтобы были наказаны те негодяи, которые это все творят. И устраивают вот такую пропаганду вживую, достоверно зная, как все обстоит на самом деле. Ну, о пропаганде и о том, как на самом деле. Вот как бы облетели весь мир новости о том, как украинским вооруженным силам хотят передать кассетные боеприпасы. И все как-то так возмутились. И никто при этом, по-моему, даже не вспомнил, что кассетными боеприпасами, собственно, тот же Донбасс поливают уже несколько лет. И еще никакого своего не начиналось, а кассетные боеприпасы уже использовались. И последствия от их использования, они сегодня, каждый день фактически, люди, которые там живут, они испытывают на себе. Вот это что? Это опять же просто западные товарищи перед своим электоратом таким образом, правда, придумали им историю, что вот только сейчас. Нет, не сейчас. Ну, вот на Донбассе тоже ничего не поняли, откуда столько хайпа на этих кассет в боеприпасах. Что тут, собственно говоря, нового? Потому что действительно, Панам здесь прилетает с незапамятных просто времен. Почему вот подняли вот такой шум, совершенно непонятно, честно говоря. У нас здесь все усыпано неразорвавшимися боеприпасами из этих вот кассетников. Здесь такие минные поля, постоянно кто-то на чем-то подрывается. И будет только еще хуже. Почему вот этот вот пиар, нам не понять. Возможно, есть какие-то там тайные движения. Ну, сказал же Байлин, что у нас обычные типа закончились, придется дать соларей у кассетные. Я не думаю, что у них там закончилось что-то обычное. Просто вот решили, чтобы с большей гарантией поубивать людей, особенно мирных. Поэтому для нас это стало загадкой, честно говоря. Применение этих боеприпасов как раз не в том, что они очень эффективны в отношении противника, а в том, что это потом большая очень проблема для обычных людей. Сделать эти земли абсолютно безжизненными, чтобы их было очень потом долго приводить в чувство, разминировать и все такое. Они хотят окончательно добить эти территории. Никаких других, собственно, мотивов применять именно кассетники нет. Потому что военным-то какая разница. Они в окопах. А пострадают потом от неразорвавшейся части этих боеприпасов именно мирные люди, которые будут пахать землю. Которые будут просто ходить в лес. Ну вот. Они нас не считают за людей. Это и так всем давно известно. Кроме, очевидно, российских элит, которые собираются по-прежнему с ними договариваться. При последней нашей встрече вы рассказывали о том, как живет Донецк непосредственно. И очень многим запомнилась, ну как бы запала в душу история о том, как стирают донецкие женщины. Серьезно. Изменилась ли ситуация? Вот это мы, по-моему, месяца три назад с вами беседовали в последний раз. Я знаю, что очень много говорили о водоводе, который должен как-то решить вопрос с водой. Да и с обстрелами, как обстоят дела, прилетает все так же или все-таки где-то чуть поменьше? С обстрелами все такой же кошмар. То есть насчет обстрелов не изменилось ровным счетом ничего. Постоянно прилегает каждый божий день раненые, убитые, мирные. Но с водой стало капельку, совсем капельку лучше. Если раньше давали воду раз в три дня, то сейчас стали давать раз в два дня. И в принципе мелкие, нетяжелые вещи уже можно постирать и дома. И даже прополоскать. Ну вот, например, какое-нибудь что-то тяжелое, ну я лично стирать не осмеливаюсь. Хотя, возможно, есть люди, у которых напор получше, которые рискуют даже запускать стиральные машинки, они в принципе стирают. Но мелкие вещи, нетяжелые, уже, я насколько знаю, в массе свои люди уже стирают дома. Поэтому небольшое улучшение, но есть. Ну, для нас это очень большое послабление. Питьевой воды по-прежнему нет, ее надо покупать и носить домой. Тут ничего не изменилось. А вот с технической стало немножко легче. Мы счастливы. Ну, хоть что-то, хоть что-то хорошее, да, происходит. И это на самом деле очень здорово. Будем надеяться на то, что с каждым днем как-то все будет лучше, лучше, лучше. Но все-таки, как ни крути, жители Донецка, как мне кажется, ну, точно достойны лучшей доли, чем то, что есть сейчас. Спасибо, Татьяна Николаевна, за этот разговор. Держитесь, крепитесь. Продолжайте свое дело, которое вы делаете вместе с своими друзьями и соратниками. Это очень благородно и нужно. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо всем белорусам за помощь, за сострадание, за сопереживание. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok